Доброе утро! Доброе утро! Время, когда болезнь прогрессировала, особенно многие столкнулись, когда близких мы потеряли, кто-то мы слышим от наших друзей, кто-то потерял своих родителей и так далее. На самом деле это говорит о том, что вечность она очень близка. Я хочу прочитать сегодня одно местописание, их будет два. И первое, вот такую мысль хотел, наверное, в первом местописании обратить внимание, что иногда нам Бог что-то дает в нашей жизни, Он нас благословляет. Но мы все время, как-то не замечая этого, знаете, мы смотрим все время в будущее, мы гонимся за чем-то, и приходит такой момент, когда мы даже и не успеваем воспользоваться, насладиться тем, что нам сегодня дал Господь. Мы не замечаем сегодняшнего дня, мы не замечаем порой, мы не получаем, я бы даже сказал больше так, мы не получаем удовлетворение от того, что ты сегодня имеешь. Потому что ты все время мечтаешь о большем, ты все время ставишь какие-то цели, куда-то идти, чего-то достичь. Но время проходит сейчас, время проходит сегодня. И посмотрите, очень интересно местописание, откройте, пожалуйста, книгу Экклесиаста, очень мудрого человека. Он сказал такие слова, в 9 главе мы прочитаем с 7 по 10 стих. Книга Экклесиаста, 9 глава, с 7 по 10 стих. У вас в руках и на экране вы будете видеть синодальный перевод, позвольте мне прочитать это местописание из современного перевода. Оно не меняет смысл, но некоторые слова просто более понятными становятся. Даже, я бы сказал, наверное, открывает более глубже и делает понятным. Экклесиаста, 9 глава, с 7 по 10 стих. Итак, иди и ешь с удовольствием свой хлеб и пей вино свое с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела. Всегда носи свою лучшую одежду и на души волосы благовонным маслом. Наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь, во все дни твоей суетной жизни, что дал тебе Бог под солнцем. Ведь такова твоя доля в жизни и в труде твоем под солнцем. Все, что ты в силах делать, делай. Потому что в мире мертвых, куда ты пойдешь, слава Богу, нет ни работы, нет размышления. То есть там не надо будет думать, как заработать. Там нет знаний, там не нужно будет, вот молодежь, слава Богу скажет, не нужно учиться, напрягаться. Там нет мудрости, там не нужно будет, мудрость же как, она через ошибки, через опыт определенный приобретается. Там этого всего не будет. И вот я думаю, что это местописание вот сегодня, оно, мне кажется, как никогда актуально. Потому что в этом году мы были с женой, поехали за грибами, набрали груздей, засолили дома. Ну немножко набрали, мы не специалисты там грибных мест, не знаем сильно. Значит, сделала жена, стоят в банках. Ага, ну что, когда будем есть? Ну на Новый год, знаете, как в советское время. Я сидел, сидел, думаю, слушай, откуда ты знаешь, что до Нового года доживем? Ну давай, говорю, открывай. Короче, мы их уже почти все съели. И знаете, вот понимаете, я помню такое, там, орешки не щелкают, зубы испортятся. А потом, знаете, зубов уже нет, а орешек хочется. Иди и ешь. Господь, Слово Божье говорит, иди. Ты вот идти можешь, иди. Да я потом пойду, да я потом поеду, да я по... Да ты с чего ты взял-то? Кто сказал тебе? Все потом ты, все куда-то потом. Кушай, ты можешь кушать сейчас. С чего ты взял? Вот у нас это с советского, мне кажется, времени у нас... Вот как будто мы не едим целый год, а на Новый год надо все поесть. И вы знаете, сколько в этом году, знаете, на самом деле очень много людей, они грибов своих не поели, не поедят. Ждали. Написано, одень свою лучшую одежду. У нас тоже же ведь есть одежда на выход. А на вынос потом еще, да? На выход, специальная одежда на выход. Я недавно был в магазине. Я сегодня о себе буду проповедовать. Поехал в магазин, купил себе одежду. Вот знаете, вот такой подарок себе сделал. Купил всю одежду, значит, положил ее в пакет. Ее же там, знаете, там постирать надо, там все. Ну вот, все, как мы знаем, как все сделать. Положил я, значит, ее в пакет. Сам поехал, жена в другом была магазине. Я приехал туда, захожу, иду такой, знаете, смотрю. Думаю, да у меня в машине же одежда лежит. И у меня такая мысль, слушай, а если вот... Вот ты купил ее, а сейчас вот раз, Господь тебя призовет, и кто твою одежду будет носить? Ну, конечно, в дом одежды, в дом одежды передадут, да? Я, знаете, все сбросил, пошел в машину, сел, закрылся. Полностью переоделся в нее. Все новое. Все одел новое. Иду, да, иду. Мне так хорошо. Думаю, где-то я это слышу, а это в Библии написано. Он говорит, одень вай свою. Куда ты на... Ой, на вынос опять. Куда ты, какой выход? Да кто его знает, братья и сестры? Какой будет ли у нас выход какой-то, или не будет? Посмотрите, как пар написано, наша жизнь как пар на миг. А бывает так, одежду купил на выход, висело-висело, выход настал, а уже размеры поменялись, понимаешь? И на выход идет другой в ней. Вот так вот, понимаете? Мы не замечаем. Сегодняшний день это твое благосовение, которое Бог тебе дал. Насладись. Вот придете сегодня после церкви, вот вы скажете, да никуда не пойдете, а дома ее оденьте и дома походите. Придешь в церкви, пойди и покушает. Какие зубы, что там портится? У меня у сына, видели, может, они, ну, молодежные, у них сейчас стрижки такие, немножко как бы длинноватые, да? Ну и все там, ну, критикуют там вот некоторые, не буду говорить, кто там. Да вот покороче. Я им говорю, сын, подлиннее делай. Понимаете, да? Да? А что, оно генетически передается. 35, я помню. Я уже поначал машинкой, все. Вот тебе, понимаешь? А тогда, когда, надо было подлиннее, когда носить. Да не, да там это, то не так там, да потом там. Сегодня. Завтра уже все. Захочешь подлиннее, а нету. Вот она, жизнь наша, понимаете? Вот так она и проходит. Дальше написано. Вот смешно оно, вот, а это про нас. Понимаете? Это смешно. А на самом деле, вот если посмотреть, а это про нас с вами. И этот мудрый человек, он еще говорит очень тоже важные вещи. Он говорит, наслаждайся своей женою. Ну, во всех смыслах этого слова. Наслаждайся своей женою. И мы иногда, знаете, думаем, что вот наши люди, кто рядом с нами, они всегда, мы привыкли, просыпаемся, они рядом. Там, приходим домой, они рядом. У меня моя бабушка, она дожила до 94 лет. Ходила, все. Но последние, конечно, года уже мама, моя мама, это была ее мама, моя бабушка. И она ухаживала за ней. И, ну, нужно было, ну, понимаете, пожилой человек, да? И маме там нужно было, она мне, я видел это, она мне рассказывала. Она говорит, нужно рано вставать было все время. Еще еду нужно было отдельно готовить. Про зубы, помните, я же сказал, тоже вот орешки там, сладкое не ешь, конфетки. Ешь, если вот есть пока чем, кушай. Все кушай, понемножку только. Многое, чрезмерно. Все понемножку, все можно кушать. И вот, ну, как бы мама тоже от этого уставала. Ну, потому что это как вот, знаете, за каждый день, да, нужно обед, ужин, позавтракать, там, вот это все нужно было делать. Она говорит, иногда устаешь, потому что и все время нужно дома быть и так далее. И бабушка, пришло время, Господь ее забрал. И мама недавно говорит, ты знаешь, было время такое, мне, говорит, казалось, я так вот устала, вот бы вот, как бы отдохнуть бы немножко, так вот, где-то побыть вот в спокойствии в таком, да. А, говорит, баба, мамы не встала, ну, бабушки не встала, говорит, ты знаешь, вот сплю, говорит, день поспала с утра, не надо никуда вставать, идти. Второй, третий, а на следующий день уже и тоска, и пустота. Понимаете? Наслаждайся. Пользуйся сегодня тем, что Бог тебе дал. Мужа, жену, родителей твоих. Знаете, мы иногда думаем, что оно всегда, мы привыкаем, и когда ты к чему-то привыкаешь, это теряет ценность, это обесценивается, и оно становится обычным. Но когда приходит момент разлуки, расставания, когда мы что-то теряем, тогда только мы оцениваем, и тогда мы только понимаем, тогда мы понимаем настоящую стоимость, цену того, что мы имели. А самое грустное и печальное, что время-то проходит, а я обратно уже не верну, эти многие вещи уже нельзя снова повторить. Дальше Он говорит, делай, что можешь. Это очень важно, знаете, это тоже очень важная мысль. Мы не всегда делаем то, что можем сделать. И очень часто мы потом жалеем об этом. Мы жалеем о том, что мы упустили, мы что-то не послушались, мы не воспользовались какой-то шансом, возможностями, мы не рискнули где-то, мы где-то промолчали, мы где-то не пришли, мы где-то дверь не открыли. Это как раз здесь идет речь об этом. Иногда мы слышим призыв к служению Богу, и человек, знаете, как мы думаем? Да ничего, вот пойду на пенсию и буду служить. А у меня вопрос, с чего ты взял, что на пенсию пойдешь? Кто сказал тебе? Наша жизнь, она отмерена Богом, и каждому определен срок быть здесь, на земле. Друзья мои, делайте то, что вы можете. Ты можешь сделать добро близкому, сделай это добро. Есть возможность пожертвовать сегодня. Пожертвуй, не думай, что завтра, послезавтра у тебя будут еще возможности. Сегодня есть эта возможность, и сегодня есть этот шанс. И ты воспользуйся им. Переживи радость от служения Богу. Переживи радость от того, что ты поможешь какому-то человеку, который рядом с тобой находится. Аминь, друзья. Или нет? Сегодня ты можешь делать. У тебя есть здоровье, у тебя есть силы на что-то. Делай это. Бог благосовил тебя, дал тебе сегодня эту возможность. Следующее место Писания, которое я бы хотел прочитать, находится в Евангелии от Луки, 12 глава, с 15 по 21 стих. Евангелие от Луки, 12 глава, с 15 по 21 стих. При этом сказал им Иисус, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю жительцы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А это место Писания, оно опять показывает, что и богатый человек, и бедный человек, мы все не вечные здесь, правда или нет? Нету вечных людей, нету. У каждого Богом определено время. И это место Писания, очень интересно, вот что такое любостяжание, да, берегитесь любостяжанием. Я нашел несколько переводов. Это страсть к выгоде, либо еще чрезмерное попечение о богатстве. То есть, когда у человека уже есть, он, ну, вот этот как азарт, наверное, да, включается. И что интересно, ну, вот, когда здесь идет об этом человеке речь, я не думаю, что это был какой-то ленивый человек, потому что люди, которые занимались земледелием, или сегодня занимаются фермерством, это очень трудолюбивые люди, и, ну, просто так ничего не вырастает. И мы видим, что у этого богатого, он был обеспеченным человеком, мы видим, что Бог дает ему очень большой урожай. И мы нигде не видим, что Бог осуждает его, что он богатый, или что вот у него там этого урожая много. Нет, мы не видим, что Бог его... Суть не в этом. И здесь интересно, он начинает мыслить, наверное, в принципе, как и сегодня, может быть, и я в том числе мыслю, ну, нам всем хочется иметь вот эти житницы. Хотелось бы. Что такое эта житница? Да, это некая страховка. На черный день, да, ну, мало ли что случится, а у нас есть житница, где мы положили, заколотили, оно лежит, и оно дает некое спокойствие, некая уверенность, ну, что в будущем, у меня, ну, будет все хорошо. И по сути своей, наверное, каждый из нас, он стремится где-то внутри, на подсознании к этому, да, иметь какие-то, ну, сбережения, иметь какую-то такую копилочку, да, баночку или еще что-то. А для чего еще бывает нам нужны эти житницы? А они нужны, чтобы мечты детства свои все воплотить, да, вот, все, что в детстве ты мечтал и хотел, чтобы у тебя было. Человек сегодня, он трудится, он очень много тратит времени, чтобы заработать финансы, чтобы восполнить все-все свои недостатки, которые у него были когда-то. И он думает, что это принесет ему счастье, что это будет, от этого его жизнь, она станет радостнее, счастливее, и он тратит свои силы, свое время на это. Еще что дает нам эта житница? А это возможность, что доказать кому-то, соседу своему или, ну, близкому, да, человеку, или кто-то рядом с тобой сидит, что у тебя лучше, чем у него. Эти вот эти житницы, они позволяют это сделать, да, амбары. Представьте, когда этот человек строил, да, все эти амбары, все рядом, кто были, они все видели, сколько богатства у него, какое, ведь богатство дает власть определенную, да, ты можешь независимым быть человеком. Конечно, все это нравится, и он так мыслил. Это дает возможность быть принятым в определенное общество, да. Почему иногда мы, ну, стремимся быть обеспеченными, богатыми людьми? Для того, чтобы, потому что, когда ты богатый, обеспеченный, когда у тебя есть вот эти еще запасы, да, житницы, тогда ты можешь получить доступ, в то общество, в которое, допустим, обычный человек, он не может туда попасть. Это тоже факт. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот человек этот, он думал как? Он думал, как чтобы выросло побольше, и второе, как сохранить это на дольше. В принципе, сегодня у нас человечество этим же самым и озадачено. Как чтобы выросло побольше, и как срок годности, да? Молоко, видели? Два года срок годности. Я иногда в шоке. Там, что там за молоко, да? Видели такие молоко? Июль 2020 до июля 2022 какого-нибудь года. И еще даже их в холодильник не ставят, да? Понимаете, чем дольше срок годности, тем выгоднее, ты не теряешь. То есть, тем меньше отходов, да? Тем меньше просрочки, тем выгоднее. По сути своей, и сегодня так же борьба идет. Как чтобы выросло больше? Вот ГМО вот это появляется, да? Химия, то есть, чтобы максимально урожай, что его раньше, если столько, то надо в два раза больше получить. Посадить столько же, а, например, выросло, чтобы еще больше. И различные методики разрабатывать. То есть, как это делать? По сути своей... Но знаете, в чем проблема была у этого человека? Он вот в погоне за этими житницами, в погоне, чтобы сохранить вот то, что он получил, да? Он потерял. А может и не имел, я не знаю. Ну, скорее всего, может быть, потерял, да? Связь с тем, кто дает это благословение. Вот что самое страшное, братья и сестры. Вот что... Не само богатство, оно плохое, а самое страшное, что порой богатство, оно уводит нас от того, кто нам дает это благословение. Иногда то, что человек имеет, то, что те блага, которые он получает, порой он настолько увлекается, чтобы эти блага сохранить, умножить, чтобы хватило на всю жизнь, да еще и детям осталось. И вот он в погоне за этими мыслями, он теряет связь с небесным Отцом. Он теряет связь с Богом. Он перестает обращать свой взор на Него. Он перестает обращаться и благодарить Господа. Он перестает быть зависимым от Бога, потому что у Него все есть. И я хочу сказать очень важную вещь, что эти житницы, вот эти житницы, всем нам хочется иметь эту житницу. Всем хочется, чтобы где-то лежала немножечко, да, ну такая, стопочка какая-нибудь небольшая. Ну у всех по-разному, конечно, это желание. Но, понимаете, вот что я заметил, когда есть житница, тогда вера, ну, вот смотрите, вот человек, который не имеет запасов, ему нужно верить каждый день. Аминь, тотус, тотус, говорит, аминь, понимает. Вот я вам честно сегодня признаюсь, я тоже хотел бы житницы, все время вот, пытаешься эти житницы иметь, ну пусть небольшие, как у Него, там не влазит и еще больше, ну хотя бы просто, чтобы влазила, ну там и лежала бы немножко. А вот Бог всегда, вот сколько мы, я помню, в 2002 году уверовал, вот знаете, Он всегда нам дает вот столько, сколько нужно. И иногда вот с этим смиряться трудно, вот честно, ну, и вот, и ты думаешь, да что такое, да не вот, ну вот, вроде все хорошо, но было бы чуть больше, чтобы сложить куда-нибудь. Ну так положил бы, ну и оно как-то спокойнее на душе, понимаешь, что на сердце как-то легче, ты даже вот, я не знаю, у вас такое есть, вот выходишь на улицу, например, есть какие-то денежки, да, у тебя с собой, и вот ты как-то уверен в себе, у кого-то нет, слава Богу. Или вот заходишь в магазин, вот никто же не знает, что у тебя денег нет с собой, да, а почему неловко ты себя чувствуешь? А иногда бывает так, а у тебя деньги есть, ты заходишь в магазин и ничего не покупаешь, но ты себя уверенно чувствуешь. Смотрите как, да, оно дает уверенность. И вот эти житницы, я заметил одну вещь, я про себя говорю, вот когда у тебя есть эта житница, то тогда вера, она не то чтобы не работает, знаете как, ты ее не практикуешь. Потому что когда у тебя, ну как сказать, ровно, да, тебе все время нужно верить, постоянно, ты, вот человек, который не имеет запасов, он каждый день верит, ему в церковь приехать, поверить надо, ему надо купить там дрова, ему поверить надо, то есть он все время, его вера, она сильная, она практикует ее. А представь, когда у тебя все есть, я вот так задумался, я думаю, Господи, вот если бы у меня все, все есть, а там одна война, мне кажется, была бы, только с жадностью. Ну за что верить получается? То есть, ну как бы все, она, не то чтобы я не хочу сказать, что вот если ты, у тебя много там есть, и ты вот все, тебя веришь, нет, ну я заметил по себе, когда я нахожусь, вот в зависимости от Бога, когда мне все, когда я не знаю, что следующий шаг, да, мне на что опереться, я все время уповаю на Господа, я все время обращаюсь к Нему, и я, и знаете, что интересно, я все время вижу чудеса, как Бог делает чудеса в моей жизни, то есть, Он всегда приходит в воду, никогда не оставляет меня, и Он благословляет меня, когда я делаю шаг, вот вдова, вы помните вдову, Иисус Христос привел в пример вдову, которая пожертвовала две лепты, вот представьте, там богачи стояли, и они ложили, ну ложат, да, там какую-то, а Христос отмечает эту женщину, а почему Он ее отметил? А потому что она, она верой это сделала, потому что богач, Он немножко дал, ну по сути своей, ничего не изменилось в его жизни, а она отдала все, что это означало? Она, это означало, она доверилась полностью своему Господу, и она знала, что ее Бог, хоть она все ему отдана, это не первый раз, скорее всего, делала, она знала, что когда она ему все отдаст сегодня, она знала, что завтра Бог о ней позаботится, аминь или нет? И он говорит, поэтому он приходит к этому человеку, Господь, он говорит, ты безумец, а в чем, почему? А потому что ты настолько увлекся сохранением, ты настолько увлекся приумножением своих доходов, своим обеспечением своего будущего, что ты забыл, что жизнь, она дана Богом, она дана Христом сегодня нам, и нам нельзя, друзья, братья и сестры, сегодня в этом мире рекламы, в этом мире роскоши, знаете, раньше, очень часто я слышу, что люди более взрослого возраста, они говорят, что раньше такого вот не было, знаете, оно было, просто не было таких средств массовой информации, ну, невозможно было все увидеть, как сейчас, сейчас, ну, ты дома через телефон можешь вообще все видеть, да, по всему миру, что происходит, то есть, очень много информации мы получаем, и эта информация, она порой в нас пробуждает аппетиты, да, то есть, мы начинаем где-то сожалеть о своем, мы не замечаем тех благословений, которые сегодня ты имеешь, огурчики, ну, вот, там, помидорчики, кто-то говорит, дачу твою, да, ты как бы, ну, ты видя, вот те ангары, амбары, да, житницы, на фоне этих амбаров и ангаров, ты, ну, тебе становится, как бы, грустно и печально, да, и ты говоришь, а кто я, да, что у меня, да у меня ничего нету, жалкий я человек, да, нет, брат и сестра, ты Божий человек, ты благословенный человек, ты, тебя, тебе Господь дал сегодня, просто ты потерял сегодня вкус к тому, что ты имеешь, пусть тебя Бог благословит, пусть Бог в нас, как бы, даст нам такую, поможет нам сделать переоценку внутри себя, поблагодарить, начни благодарить Бога за то, что ты сегодня имеешь, знаете, какой у нас будет список, и никакие деньги, и многие вещи, которые нам дал Господь, друзья, поверьте, их ни за какие деньги не купишь, слава Богу, не зависит жизнь человека, не зависит, так написано, пришел Бог, и все, закончилось твое время, и что, что он даст, что он жительницу скажет, я тебе, продли мне, дай мне, драгоценный, к сожалению, у нас время в эфире, оно ограничено, на канале ТБН, и Вера 24, 30 минут у нас на эфир, но полные проповеди, они у нас на сайте, вы можете посмотреть в нашем канале, на YouTube канале, жатва Омск, пусть вас всех Господь благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова